всем привет мои любимые дорогие зрители добро пожаловать на мой канал на мою кухню всех очень рада здесь приветствовать сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусный потрясающий торт а-ля сникерс это воздушные нежные невесомые горжи вкуснейший сливочный крем и конечно же соленый жареный арахис это очень очень вкусно очень простой рецепт готовится быстро просто поэтому давайте готовить итак мои дорогие начинаем с приготовления теста сначала займемся сухими ингредиентами большое блюдо просеиваем муку кукурузный крахмал какао разрыхлитель и все хорошенечко перемешиваем до однородности подробный перечень ингредиентов я оставлю как всегда внизу в описании под видео в другое блюдо вбиваем 3 яйца добавляем сахарный песок щепотку ванили и хорошенечко взбиваем все это примерно 2 минуты миксером на высоких оборотах до получения пышной светлой массы когда масса увеличится станет вот такой вот пышный воздушный постепенно добавляем растительное масло не переставая взбивать добавляем молоко все ингредиенты используем комнатной температуры и все хорошенечко перемешиваем миксером до однородности и настало время вводить сухие ингредиенты как показано на видео не переставая взбивать миксером но уже на медленных оборотах постепенно вводим сухие ингредиенты все хорошенечко перемешиваем до однородности у вас должно получиться вот такое в меру жидкое тесто медленно стекающие с лопатки духовка у нас предварительно разогрета до 180 градусов режим верх-низ я уже застелила противень бумагой для выпечки противень у меня размером 25 на 30 сантиметров можете использовать стандартный противень вашей духовке выливаем тесто аккуратненько разравниваем чтобы у нас везде тесто было одинаковой толщины отправляем в духовку примерно на 10-15 минут до готовности ориентируйтесь конечно же по своей духовке пока наш корж печется займемся арахисом у меня здесь 250 граммов а предварительно обжаренного соленого арахиса его необходимо измельчить за это время корж у нас успел пропечься посмотрите какой он получился ровный воздушный легкий но просто как облачко даем ему полностью остыть форме затем извлекаем из формы убираем бумагу для выпечки и делим корж как показано на видео на две равные части хотите вдоль хотите в ширину таким образом мы получаем два коржа а теперь приготовим крем крем у нас сегодня очень простой нам потребуется 200 миллилитров сливок жирностью не менее 35 процентов выливаем сливки в замесочное блюдо следом сразу же отправляем творожный сыр можно маскарпоне филадельфию какой у вас найдется вашем ближайшем магазине добавляем 200 граммов сливочного творожного сыра и все это хорошенечко взбиваем миксером на высоких оборотов до загустения как только крем у нас загустеет добавляем две-три столовые ложки с горкой сахарной пудры сладость регулируйте по своему вкусу добавляем щепотку ванили обязательно все хорошенечко перемешиваем до однородности наш крем готов здесь очень важно не перезбить сливки чтобы крем у нас не расслоился как только крем хорошенечко схватился уже чувствуете что он уже густой сохраняет форму сразу же выключайте миксер а теперь приступим к сборке торта на доску выкладываем первый слой хорошенечко его необходимо пропитать какой-нибудь пропиткой несмотря на то что корж получается очень мягким воздушным вот приготовить и убедитесь в этом сами я все равно люблю пропитывать коржи какие какой-нибудь пропиткой меня сегодня кофе с молоком просто приготовила как обычно растворимый кофе и добавила в него немного молока кстати можно использовать кофе три в одном уже готовы в пакетиках хорошенечко пропитываем корж пропиткой затем наносим крем как показано на видео половину крема смазываем на первый кож все это щедро посыпаем жареным арахисом затем у нас идет второй корж его тоже необходимо пропитать пропиткой и наносим оставшуюся вторую половину кремом аккуратно смазываем верх и бока торта кремом снова щедро посыпаем жареным арахисом и убираем торт на некоторое время в холодильник а тем временем мы приготовим шоколадную глазурь шоколадную глазурь готовить очень легко и просто в сотейник с толстым тном отправляем 3 столовые ложки какао 5 столовых ложек сахарного песка все это хорошенечко перемешиваем миксером чтобы не оставалось комочков и вливаем 5 столовых ложек воды все хорошенечко перемешиваем так как как а у всех разная до влажность какао у всех разная здесь уже воду нужно отрегулировать я добавила 5 столовых ложек перемешиваем хорошенечко если масса получилась очень густая также можно добавить пару столовых ложек воды после каждой ложки хорошенечко перемешивайте смотрите по консистенции должна получиться вот такая густая масса то есть воды у вас всего в итоге может уйти 5-7 столовых ложек перемешиваем глазурь до однородности затем отправляем сотейник на небольшой огонь держим на огне при постоянном помешивании до закипания как только появились первые пузырьки сразу же выключаем огонь добавляем 20-30 граммов сливочного масла можно пару чайных ложек растительного масла хорошенечко перемешиваем до растворения маслом и все наша глазурь готова вот такая она получается нас гладкая красивая глянцевая шелковистая даем глазури буквально пять минут для того чтобы она немножко подостыла затем покрываем торт шоколадной глазурью как показано на видео отправляем торт на нескольких часов в холодильник для того чтобы он постоял настоялся охладился после этого уже можно подавать посмотрите какая красота у нас получилось в итоге это очень вкусный торт посмотрите как он легко и просто режется очень воздушные коржи невероятно вкусный нежный крем тот получился совсем неприторный очень очень вкусный очень рекомендую к приготовлению мои дорогие как всегда вам напоминаю что подробный список ингредиентов граммах вы найдете внизу под видео в описании обязательно переходите посмотрите готовьте тортик с удовольствием сегодня у меня все спасибо за лайки за просмотр и комментарии встретимся с вами в следующем видео пока-пока а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»